Всем привет! Я Вика Виноградова, это канал Рецепты для Лентяев. Я к вам сегодня с классной подборкой горячих блюд. Обеды, ужины, во-первых, невероятно просто очень лениво готовится, минимум трудозатрат. Во-вторых, естественно вкусные, в-третьих, большинство из них еще и максимально полезные. Начнем с очень вкусной свинины, запеченной с грибами. Заранее подготавливаем ингредиенты. Понадобится 100 грамм шампиньонов, я брала в магазине уже нарезанные. Солим, добавляем сушеный или свежий чеснок, столовую ложку майонеза и перемешиваем. Майонез можно заменить на сметану. Грибы можно взять как свежие, так и замороженные. На гарнир отлично подойдет картофель. У меня это мелкий бэби картофель, с ним рецепт получится ленивее, так как такой картофель не нужно чистить. Я его просто солю, сбрызгиваю растительным маслом и перемешиваю, чтобы масло равномерно распределилось. Разумеется, можно взять молодой картофель и точно так же приготовить в кожуре. Либо взять самый обычный и почистить. Ставлю сковородку на огонь. Сперва несколько минут обжариваю картофель, чтобы он слегка подрумянился. После чего убираю со сковороды и выкладываю куски свинины. Обжариваю на сильном огне с двух сторон, чтобы появилась румяная корочка и соки внутри свинины запечатались. Так она выйдет сочнее. Солю, перчу. Когда свинина обжарится, выкладываю поверх нее грибы в майонезе. Возвращаю картофель и отправляю запекаться в духовку. В среднем потребуется минут 40, чтобы мясо и картофель приготовились. Но, естественно, ориентируйтесь по толщине мяса и размеру картошки. Вот такой получается ужин. Очень ленивый в приготовлении. Мясо сочное. Грибы отлично подходят к свинине. От такого ужина точно никто не откажется. К слову, сковорода у меня от бренда Esprado. Со съемной ручкой, что позволило как раз и запекать, и жарить в ней, не пачкая другую посуду. Понравилось, что она очень глубокая и функциональная. С утолщенным индукционным дном, который обеспечивает равномерный нагрев. И трехслойным антипригарным покрытием, благодаря которому сковородкой можно будет пользоваться долгие годы. Помимо сковородки, я еще заказала вот такую кастрюлю. Она тоже с антипригарным покрытием и толстым дном. Поэтому в ней можно и жарить, и тушить, и готовить супы, и даже каши. А также взяла вот такую большую сковородку-гриль из литого алюминия для приготовления стейков и овощей. У нее тоже толстое дно, антипригарное покрытие и высокие ребра, за счет которых у блюд получается не только красивый рисунок, но и происходит минимальный контакт с маслом и жиром. Благодаря этому еда получается более полезной. А еще у всей посуды очень удобные ручки с приятным мягким покрытием soft-touch. Посуду заказывала на Озоне, и до 15 ноября Esprada дарит моим зрителям скидку в 15% на весь ассортимент. Получить скидку можно по промокоду Вика Китчен. Ссылку, где я заказывала посуду, я оставлю в описании под видео. От себя могу добавить, что я уже успела в этой посуде поготовить. Действительно, очень толстое дно, все равномерно нагревается. Готовить в такой посуде одно удовольствие. Следующим рецептом покажу очень простой в приготовлении осенний согревающий супчик. Для этого супа понадобится тыква. У меня здесь 400 грамм в уже очищенном виде. Нарезаем на небольшие кубики, так она быстрее приготовится. Одну крупную морковь также нарезаем на небольшие кубики. Маленькую головку лука режем мелкими кубиками. Вареную копченую курицу либо режем на небольшие кусочки, либо разбираем на волокна. Я взяла около 300 грамм. Ставим сковородку с толстым дном на огонь. Наливаем растительное масло и как нагреется, добавляем специи. Я взяла сушеный имбирь, молотую сладкую паприку, красный острый перец и куркуму. Если какие-то из этих специй отсутствуют, ничего страшного. Можно или не добавлять, или заменить на те, что сочтете подходящими. Выкладываем тыкву и морковь и обжариваем на среднем огне 5 минут, периодически помешивая. Затем добавляем лук и жарим еще минуты 3. После чего заливаем все литром воды, солим, перчим, доводим до кипения и варим на слабом огне под крышкой минут 5 до готовности тыквы. В самом финале добавляем курицу, доводим до кипения и суп можно подавать к столу. А еще у меня есть классный рецепт ленивого и при этом полезного ужина. Это будут куриные стейки из грудки, при этом получится невероятно сочно, сырно, вкусненько, вам понравится. Для этого рецепта понадобится куриная грудка. Промыли, просушили бумажным полотенцем и разрезаем вдоль на две части. Солим, перчим, смазываем кетчупом или любым другим томатным соусом. И оставляем пока в стороне. Сами в это время нарезаем один крупный томат на кружочки. Рубим маленький пучок зелени, я взяла петрушку. И натираем где-то грамм 50 сыра на мелкой терке. Ставим сковородку разогреваться, смазываем растительным маслом и выкладываем курицу. Жарим на среднем огне минут 5-7. Затем переворачиваем и пока мясо горячее, выкладываем на него сверху сыр. Далее идут помидоры. И зелень. При желании можно подсолить помидоры и все это накрыть крышкой. Жарим еще минут 5-7 до готовности мяса. Стейки, несмотря на то, что это грудка, получаются действительно сочные, мягкие. Курица успевает полностью приготовиться. В итоге получается отличный полезный ужин. А еще обязательно посмотрите вот эту подборку ужинов. Тоже ленивые, очень простые, очень классные. А у меня на этом все. Большое спасибо, что посмотрели видео. Хорошего вам настроения. Всего самого замечательного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok